привет привет с вами лилия донского и я точно знаю что многие из вас ждали это видео а именно подробный обзор с дегустацией новинки из каталога oriflame номер 12 это новая помада серии the one 5 в 1 с глянцевым финишем и всего 10 новых оттенков и они у нас разделены по сериям первое это холодные оттенки потом нейтральные и теплые оттенки сейчас мы с вами все попробуем я вам расскажу свои ощущения и так приступаем сначала уберу свою помаду немножечко у меня есть на губах и чтобы цвет лег хорошо я возьму немножечко капельку тона и закрою выровняю губы прекрасно ну и начнем с первого оттенка розовый румянец 37 301 она вся просто блестит и вся искрится попробую кисточкой принципе помада рекомендуют красить кистями потому что это более правильно удобный комфортно но дольше вот такой оттенок она так достаточно светлая но цвет очень приятный и нежный ощущение на губах невероятное я уже брала себе пробник одной из помад ну так выбрала который мне понравилось и я просто почувствовал насколько эта помада невесомая совершенно не слипаются губы обычно помаду любую краще или блескали помаду матовую все равно есть какое-то прикосновение губ между собой и такой вид липкий немножечко вот послед у этой вообще нету она по качеству просто невероятно крутая на мне нравится интересность из помады так поярче ну немножко очень крутой оттенок и итак поехали пробовать следующий следующий оттенок очень яркий розовый глянец 37 304 буду пробовать прямо с помадой как она ложится нереально круто лежит на губах вот такой цвет яркий такой сочный кстати очень здорово подчеркивает подходит под синюю гамму цветовую в одежде следующая помада бургундский шик очень темная даже боюсь его носить на губы 37 308 код но рискнем что не сделаешь ради вас вот такой помады очень нужен контур потому что чтобы вывести вот этот ксю красоту на губах чтобы она лежал четко идеально достаточно сложно без контура вот так оставим следующий блок это нейтральные оттенки и здесь у нас будет три цвета и начинаем с цветущего клевера к 37 302 думаю что она будет достаточно светлая цветущий клевер нас уже такой цвет популярный во многих сериях ой я терпеть могу такие оттенки а под рыжий цвет волос мне кажется это вообще ужасно не подходит ужасно не знаю почему он нейтральный он явно сиреневый очень холодный цвет я бы его в нейтральные не отнесла следующий оттенок нежный сиреневый 37 303 его код пробуем я такие цвета не люблю не мое но надеюсь это придет кому кстати такие цвета очень любят идут брюнетка их очень любят девушки такие такие более взрослые у нас мама обожает такие оттенки вот мы их все время такие покупаем класс следующий оттенок карминный красный очень красивый цвет сейчас посмотрим как это будет выглядеть красота криво нам главное понять цвет ну цвет обалдеть очень красивый не часто такой цвет куда могу накрасить но как вечерний макияж или деловой когда там волосы в пучок строгая одежда это просто бомба мне нравится очень нравится в восторг мне первая помада очень понравилась и вот из всех которые мы попробовали уже получать шестой оттенок вот он мне тоже очень нравится в теплых оттенках у нас целых четыре цвета и это сладкий персик 37 300 такой приятный цвет вот с Обалдеть, какой красивый. Он, конечно, бледненький, на фоне предыдущего оттенка он немножко теряется, но он такой приятный. Это, знаете, для простой прически, там, хвост или коса, футболка. И просто нужен легкий оттенок губ. Посмотрите, какой он классный. Люблю такие цвета. И лежит на губах так здорово. Супер. Фото. Стильный красный. Я уже предвкушаю, что будет что-то вообще с чем-то бомбическое. А, кот не сказала. Тридцать семь, тридцать шесть. Класс! Ну, вот идут мне яркие помады, но не очень их люблю носить. Все-таки люблю как-то бледненькое, что-то нежненькое. Но с яркими губы совсем по-другому смотрятся. Класс! Следующий оттенок. Воздушный коралл. Тридцать семь, тридцать пять. Пробуем. У меня уже губы устали. Затерлись. Кстати, вот такой цвет шикарно будет смотреться на загорелой кожи. Как жалко, что у меня не загорелая кожа, потому что было бы просто вот бомбически. Ну, неплохо. Свежо. Я бы сказала, такой свежий, приятный цвет. И завершает палитру из десяти оттенков. Оттенок темный шоколад. Его код тридцать семь, тридцать девять. Ох, а темный шоколад. Меня такие цвета пугают. М-м-м. Ничего не говорите. Не пишите. Все. Посмотрели. Быстрее стирать. Нет, я не могу в том цвете оставаться. Чтобы завершить видео, надо накрасить губы каким-то нормальным цветом. И я даже использую карандаш для губ. Так. М-м-м. Как же он хорошо ложится на губы, этот карандаш. И возьму первый оттенок, который мне больше всего понравился. М-м-м. Как хорошо. Итак, теперь можно вынести вердикт помадам. Мои ощущения. Да, мне помада понравилась. Очень понравилось качество. Особенно вот это ощущение невесомости на губах. Оно меня просто восхищает. Я давно мечтала о такой помаде. И даже 2-3 оттенка я для себя вот отметила, что они очень нравятся. И возможно даже закажу себе их. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, это видео вам поможет определиться с таким сложным выбором. Как обычно для нас, для девочек, выбрать помаду это самое страшное. Особенно чем больше оттенков, тем сложнее выбирать. И я рада, что их всего 10. И что можно быстро попробовать, быстро выбрать. И уже ходить обалдеть от новой помады. Желаю вам вкусных покупочек в новом каталоге. Пишите, давайте мне обратную связь. И напишите ваше мнение, какая помада мне больше всего идет на ваш взгляд. Так, все сказала, не все. Ну, если что-то забыла, скажу в следующем видео. До новых встреч. Оставайтесь на нашем канале. С вами была Лилия Донскова. И наш крутой оператор Михаил Булавцов. Пока!